Сидим ждем пока уберет машину. Выполнить полученные задания для водителя мусоровоза квест еще тот. Узкие проезды припаркованы в несколько рядов автомобилей. Их владельцы, которые не спешат устранить помеху коммунальной технике. Между машин протиснулись. Теперь нужно подъехать к бункерам. Опустошить право – задача простая. Но только на первый взгляд. Осложнил ее крупногабаритный мусор, которого здесь быть не должно. В самоизоляции многие жители решили заняться ремонтом. Строительные отходы несут туда же, куда и бытовые. Хочется еще раз предупредить жителей о том, что данные отходы относятся к другому классификатору. И в этом случае необходимо собственнику заказывать отдельный бункер у специализированной организации, имеющей действующее разрешение. А вот с левым бункером задача со звездой к нему еще подъехать нужно. Мусоровозу мешает белый автомобиль. Телефонного номера под лобовым стеклом нет. Приходится ювелирно маневрировать. Фото до и после – обязательно для отчетности в режиме онлайн. Не выполнить задания оператора невозможно. Чревато не только попаданием в красную зону, но и жалобами от жителей, в том числе тех, кто паркуется, не думая о других. С введением режима самоизоляции работы у русского регионального оператора прибавилось. Мусора стало примерно на треть больше, а вывозить его труднее. Жильцы не ездят на работу, их автомобили практически постоянно стоят во дворах. Мы проводим работу непосредственно с заказчиками, управляющими компаниями, которые нам помогают обеспечить проезды и непосредственно обеспечить доступ к местам накопления твердых коммунальных отходов. А также неотъемленную часть в этом вопросе осуществляют органы места самоуправления. А между тем, помеха коммунальной технике – это не только невывезенный мусор, но и штраф, причем немаленький – от трех до пяти тысяч рублей. Для фиксации нарушения достаточно бдительного соседа со смартфоном, который сфотографирует нарушителя и отправит его фото на добродел.